Ну и относительно вопрос относительно раскрытия статуса своего ВИЧ-положительного окружающим людям, в том числе и детям. То есть вот вообще по раскрытию статуса хотелось бы немножко здесь остановиться. Мы уже вчера говорили, что вообще открывать или не открывать свой статус о том, что ВИЧ-инфицированный это дело самого человека. И раскрывать можно обязательно только лишь в случае, если ты женат и перед твоим партнером. Это обязательно. Потому что иначе будет уголовная ответственность. Во всех остальных случаях ВИЧ-положительный человек имеет право скрывать свой статус. И я просто хочу зачитать доводы против раскрытия ВИЧ-статуса. Письмо, которое написала девушка. Я живу с ВИЧ три года. Живу прекрасно. И есть абсолютно все составляющие с этой довольной жизнью, ну по крайней мере для меня. Живые родители, здоровые родственники, квартира в культурном центре Петербурга, хорошая работа после пятилетнего обучения в престижном возе, любящий человек. Даже периодически появляются любимые мной люди, зверски любимые друзья энциклопедии и чудики-друзья. Я довольна собой и всем, что я делаю в этой бренной жизни. Честно говоря, мне не удается думать про ВИЧ с негативной точки зрения. Он есть, он всегда со мной. С ВИЧ есть проблемы, я обязана с ними справляться. Но если я скажу, что абсолютно счастлива, то, конечно, буду жестоко врать. Мое положение может в любую секунду пошатнуться, как только мои близкие узнают, что у меня ВИЧ. На данный момент я сказала только другу, с которым жила в тот момент, когда узнала о диагнозе. Поднимая телефонную трубку, в течение трех лет, слышав взволнованный мамин голос, теперь каждый раз я думаю про себя, она все знала. Конец для меня. Почему я скрываю? Ну, потому что я из тех людей, что дорожит относительным спокойствием. Я знаю отношения моих близких к проблеме ВИЧ-спида. Да, это есть, но мы вне опасности. Первое. Я не хочу, чтобы моя мама посидела раньше времени. Второе. Я не хочу искать помощи и поддержки от своих родственников, потому что я знаю их позицию. И третье. Я не хочу давать повода кому-либо жалеть меня, даже учитывая их неосведомленность в вопросах ВИЧ-спида. Грубо говоря, мне просто удобно молчать, потому что, положа руку на сердце, я говорю, моя жизнь после ВИЧ не изменилась. Я как была хорошенькой девушкой без вредных привычек, так я и осталась. Просто повзрослела, приобрела опыт общения с разными людьми. Ах да, еще. Я хожу в спеццентр и в инфекционную больницу. Другой момент. Я не могу быть счастлива абсолютно, если умирают мои знакомые, те, у кого был ВИЧ. Я не уверена, что открою я свое лицо массам, они остались бы живы. Но, кто знает, сейчас глупо об этом гадать. Я готова ловить на себе гамму взглядов людей, на чье мнение мне наплевать, но я не готова говорить с близкими мне людьми, что у меня ВИЧ. Можно бросить работу, уехать в другой город, но там-то все равно меня ожидает взволнованный и испуганный голос мамы в телефонной трубке. Говорить о своем статусе на работе я не вижу смысла. Я же не лезу в их положение вещей, как Клавдия Ивановна провела минувшую ночь с мужем и не появился ли прыщ на попе у Олега из соседнего отдела. Какая им разница, как я живу, что у меня записано в медицинской карточке. То же самое относительно всех остальных, с кем я имею общественные связи. Друзьям не хочу говорить, потому что один из них уже знает, имени этого достаточно. Когда-то я напилась, разревелась, извела ему душу, и этого мне хватило на три года. Больше не хочется. Это только моя позиция. И, как говорила моя бабушка, жизнь не объегоришь. Рано или поздно я расскажу. Или кто-то за меня это сделает. Есть такой суперэпизод из мультика про мумитроли. Лось качается в гамаке и философствует. Да, жизнь бренна. Потом слишком сильно раскачивается, падает на землю, встает и говорит. Да, гамак бренный. Я знаю, что когда-нибудь поставлю все на карту. И громко открою свое лицо, потому что вся моя комфортная жизнь может перевернуться, станет мне противно, если мои знакомые так и будут продолжать умирать. Только вот поможет ли это? Может быть, нужны иные методы, кроме бездумного открывания лиц и удара в себя в грудь, что я ВИЧ-позитивная. А вот вы, окружающие, невежды и дураки, меня обижаете, жить мне не даете. Для толерантного отношения к ВИЧ положительным людям это эффективное действие для улучшения качества жизни тоже. Но я лично не испытываю дискриминации, качество жизни меня устраивает. И что мне с этим делать? Неужели разрушать? Это доводы против. Казалось бы, логика есть, да? Давайте теперь прочтем другое письмо. Доводы за раскрытие ВИЧ-штатуса. Мне трудно сказать, сколько лет я живу с ВИЧ. Ну, наверное, 8-9. В 2000 году я пришел домой из больницы, где мне только что сообщили о положительном результате теста. И я рассказал все о своей семье. И потом, я никогда не скрывал своего ВИЧ-статуса. Это не значит, что я стал рассказывать о нем всем знакомым направо и налево. Но это всегда было, между прочим, если вдруг заходила речь. И вот что характерно. За это время от меня не отвернулся ни один мой знакомый, друг или коллега. Если я сейчас являюсь сотрудником организации сообщества людей, живущих с ВИЧ-спидом, то тогда я работал в бизнес-сфере и не имел никакого отношения к борьбе со спидом или активистом движения. В своем тексте я пытался сформулировать некоторые моменты, которые говорят о необходимости жизни с открытым статусом. Однако сейчас эти слова активиста, который связал свою жизнь с работой во благо общества. Поэтому не всегда мои аргументы относятся к конкретному человеку. Открывать свой статус имеет значение для всех окружающих. И вот мое мнение. Во-первых, изменение отношения общества к проблеме. Открытые выступления людей, живущих с ВИЧ-спидом, позволяют очеловечить проблему. Раскрывая свой статус, вы можете разрушить огромное число предрассудков, которые циркулируют в обществе по отношению к проблеме ВИЧ-спида и людям, живущим с ВИЧ. Вы можете лично дать понять, что ВИЧ положительный ничем не отличается от других людей. И чем больше будет таких примеров, тем больше людей поймут, что эта проблема касается каждого, потому что она коснулась таких, как все. В Америке перед делом общественного мнения произошел, когда в одном из реалити-шоу оказался ВИЧ-положительный юноша. В какой-то момент он сообщил о своем ВИЧ-статусе, и вся страна следила за состоянием его здоровья. Страна переживала за него, а не требовала исключить его из шоу. Это достойный пример, и мы должны заставить людей думать о своем здоровье. Во-вторых, влияние на людей, принимающих решения. Для изменения текущей ситуации в России нужно приводить веские доводы. Если людям, принимающим решения, эти аргументы предоставляет ВИЧ-положительный человек, который способен аргументированно говорить о проблемах с лечением, это действует убедительно. И тогда будут приниматься решения, которые улучшат качество жизни людей, живущих с ВИЧ. В-третьих, уход в подполье лишь порождает мифы. Согласно опросу, который проводил летом фонд «Общественные мнения», в России только 3% людей есть знакомые, которых живет с ВИЧ. Но это совсем не значит, что остальные 97% страны совершенно не знакомы с ВИЧ-положительными людьми. Просто они не знают о ВИЧ-статусе своих друзей. И поэтому в общей складывается мнение, что проблема ВИЧ-спида придумана для освоения громадных бюджетов, а сами ВИЧ-положительные просто должны быть заперты в спид-центрах. Не мне вам рассказывать о мифах, которые циркулируют среди населения, однако именно сокрытие ВИЧ-статуса способствует их распространению. Людям неоткуда получить достоверную информацию. В нашей стране это проблема. В-четвертых, отношение к себе. Если вы открыто говорите о том, кто вы, то вам проще принимать и уважать себя. Вы сами можете находиться под бременем мифов, которые вас окружают. Не зря ведь психологи рекомендуют, если у тебя есть проблема, больше говори о ней, и она со временем перестанет иметь такое значение в твоей жизни. Вам будет проще жить с ВИЧ, если вы не будете бояться говорить об этом. И последнее, пятое. Объединение. Люди, живущие с ВИЧ, должны объединиться в единое сообщество. Скоординированные меры помогут нам вместе эффективно влиять на ситуацию в нашей стране. Однако, до тех пор, пока мы не найдем себе мужество раскрыть свой статус и активно бороться за свои права, мы не сможем доказать обществу, что наши проблемы требуют решения. Мы можем это сделать только все вместе. И еще, чтобы была конкретно выявлена эта ситуация, взяли интервью у девушки, которая как раз победила, 24-летняя девушка из Чебоксар, Светлана Изамбаева, которая победила в конкурсе красоты среди ВИЧ-положительных людей. И когда ей задали вопрос, что было, когда ты вернулась из Москвы в Чебоксаре, как отреагировали друзья и знакомые. Что она открыла свой ВИЧ-статус во всеуслышание. Да, она говорит, вообще меня очень многие не понимали, зачем я это сделала. Сулили проблемы вплоть до переезда. Одна из подруг вообще перестала общаться. Она так говорила, ты теперь звезда. А все мои родственники и знакомые думают, что у меня тоже ВИЧ. Ведь мы с тобой общались, поэтому я с тобой больше дружить не буду. Она не смогла донести до них, что ВИЧ не передается через дружбу. Ей было просто проще перестать со мной дружить. А вот моя мама стала мной гордиться. И если кто-то обращался к ней с вопросами, она отвечала очень уверенно, видя, что это делаю я. Вопрос, с какими проблемами вы столкнулись? Вообще девушка так вот и плюсы, и минусы сразу прям показывает. 13 декабря у меня была защита диплома. И преподаватели даже не прикасались к моим раздаточным материалам. Боялись зародиться. А завкафедрой сказал всем, что раньше у меня стригся. И всем... А завкафедрой сказал всем, кто раньше у меня стригся, сдать анализы. Даже не знаю, как бы я защитилась, если бы не НТВ. Они приехали на защиту, чтобы снять сюжет. Но в результате мне поставили четверку, а не пятерку. Я к сложностям была готова, знала, на что иду. А вот моим родственникам и знакомым пришлось нелегко. Почти всех на работе заставили предоставить справку об отсутствии ВИЧ. Я-то знаю, что это незаконно, а вот они этого не знали. Также проблемы возникли в моем селе, Шимурше. Дело в том, что глава администрации намекнул своим коллегам, чтобы со мной не общались. И если раньше я могла встречу своих клиентов на рабочем месте, то теперь они шепотом просят меня приходить к ним домой. То есть дело-то не в их страхе перед ВИЧ, а в страхе потерять работу из-за позиции главы администратора. Администрации. Администрации. Ну, то есть, да, конечно. Есть плюсы, есть минусы. Вот, но в любом случае, конечно, мы не можем, вот, мы как консультанты, говорить конкретно, ни в коем случае этого не делай, или обязательно свой ВИЧ-статус открой. Понимаете, наша задача – донести и плюсы, и минусы, да? И уже, конечно, человек решает сам. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-seminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу tv-seminary. Субтитры создавал DimaTorzok